А ты кто? Зовут Андрей. То есть ты говоришь, что просрали билды? То есть Капитана Блада нет? Нет, они так утверждают. Ну, в смысле, как? Жаль, конечно, когда погибают крупные старые российские студии, такие как Акелла. Вы кого позвали вообще сюда ко мне? Что это такое? Привет, уважаемые зрители. Мы первый уровень. Нет, мы на первом уровне. Данное шоу посвящено одной очень замечательной теме. Здесь мы будем раскрывать людей через призму видеоигр. Через призму? Через призму. Людей. Людей. Каких людей? Наверное, которые имеют отношение к играм. Игры – это деньги, успех, популярность. Майнкрафт. Да. Майнкрафт, кстати, за 3 миллиарда продали. Так вот, на этом шоу мы будем звать не только людей, причастных к индустрии, но также и обычных геймеров. Скорее, необычных. Чтобы было интереснее. А, нет, я не скажу, в каком плане. Я сам еще не знаю. Но необычных. Это предстоит вам узнать. Мы собрались узнавать людей. А ты кто? Зовут Андрей. Вот. Спрашивай, что ты хочешь узнать. Приятный, Игорь. Очень приятно. На какой платформе играешь? На свече в основном. Какая твоя первая игра? Самая первая вообще? Вообще. Если она должна иметь отношение к видео, к таким этим, то это, наверное, была такая штука, такой пистолетик, в телевизор надо было стрелять. Дэнди с утками, что ли? Какой ты молодой вообще? Нет. Это была отдельная такая приставочка. К ней был пистолетик с проводом. На телевизоре тебе показывали такие квадратики, и надо было стрелять. А потом еще там был такой пинг-понг с ездящими такими полосочками. Никакой Атари. Я в Советском Союзе жил, Атари не было. Я не помню, как это называлось, но не Атари. Это какая-то своя. Компьютерная первая, она была текстовая. Это было в тогда Ленинградском институте авиационного приборостроения. Текстовая игра? Текстовая игра, да. Компьютер был размером с вот это помещение, а мониторчик был вот такой. И он здесь задавал вопросы. Мне было типа... Типа Алиса? Да, он задавал вопросы. Надо было долететь на космическом корабле с Земли, по-моему, то ли до Луны, то ли до Мальска. И какие он просто сдавал? Он задавал... Таблетки пил? Да, да, да. Он задавал вопросы, типа там, такая-то скорость, сколько ты там сейчас топлива надо потратить. И тебе нужно было правильно отвечать, вводить цифры на клавиатурке. В общем, я не смог, я разбился об Луну. Но вот это была первая компьютерная игра, в которую я играл. Она вот была написана программистами. А сколько ты лет была? Что-то 8 или 9, наверное. Это был какой-то там, какие-то глухие 80-е. А как ты получил доступ вообще к такому компьютеру? А вот у меня там родственники работали. Собственно, за этим компьютером. И они буран разрабатывали. Да, правое крыло просчитывали, в частности, на этом компьютере. Уважение. Вот. Любимая игра из всех? Одна прям. World of Warcraft. И Катамари Демоси. Например. Вот за это уважение. Со мной немножечко понятно, а ты-то кто у нас? Геймер, коллекционер, маркетолог, филантроп. А звать меня Игорь? Игорь Ильич. Продаван. В том числе. То есть ты продаешь игры. И не только. И не только. Сам коллекционер. Еще рекламными местами приторговываю. О, классно. Ты коллекционер, прям коллекционер? Прям вообще. Все. Кукушка улетела. И сколько ты тратишь денег в месяц? Я отказываюсь это комментировать. Ну, то есть, не дай бог, родственники узнают. И продадут за ту сумму, которую ты сейчас назовешь. Ну, они знают. Там уже просто ничего не поделаешь. Я просто люблю игры. А, это хорошо. Поэтому я не виноват. Это все игры виноваты. Так, а что ты тогда не игры покупаешь или не разрабатываешь игры? В смысле? Я и покупаю игры. А, и игры покупаешь. Я покупаю. И последнее, что купил? Skyrim, коллекционное издание. Это круто. Это круто. Skyrim, ты, то есть, как бы ты до сих пор играешь в Skyrim, или это Skyrim, господи, играешь до сих пор? Или это коллекционное, ну, это коллекционирование болезней? Болезнь. Всегда. Всегда играешь в Skyrim? Серьезно? Сколько? Нет, вообще есть серия Morrowind лучший, но Skyrim. Morrowind. А в Daggerfall ты играл? Просто Skyrim должен стоять на полке, так или иначе. В Daggerfall ты играл? Да, но после Morrowind это не очень приятно. Я сначала играл в Morrowind. Вот ты как коллекционер, там, маркетолог и так далее, какая, ну, назови мне какие-то, на твой взгляд, лучшие проекты из разных, допустим, областей, там, может быть, из разных консолей, или вот как тебе кажется? С точки зрения тебя лично... Типа три моих любимых игр, или что? Допустим. Готика 2 на все времена, проект, изменивший RPG с открытым миром навсегда. Блэс Гардиан от Фомита Уэда. И третья, ну, пусть будет Рэджет и Кланг, обожаю эту серию. Король платформеров. Хороший, да. Ты начал играть вообще почему, от чего и зачем, как это произошло? Мне было три с половиной года. И отец мне впервые показал на Spectrum ZX Boulder Dash. Ой, Spectrum. И после этого я понял, что ничего лучше в своей жизни я уже больше не увижу. Видеоигры – это вершина интерактивного развлечения. То есть это просто вершина. Ты уже тогда это понял. Да, это яркое воспоминание, понимая, что из детства ты помнишь флэшбеки, но то, что либо там тебе знаешь, что какое-то неприятное, либо что-то приятное. Но вот это было, это было вот… Все, я понял, что, ну, все, видеоигры навсегда со мной. Я буду продавать видеоигры. Я буду к ним стремиться в любом случае. Вот как угодно, но я хочу вот видеоигры, все. Они… И как ты шел? Как и шел? Ну, допустим, наверное, ты сначала шел в садик, потом ты шел в школу. Не, меня не отдавали в садик. А, то есть ты играл… А я уже научили читать до садика. А я и ты играл в игры сидела? Да, конечно. Ага. Потом в школе ты тоже… Да, особо тоже играл в игры. А после школы… В институте играл в игры. В институте играл в игры? В армии плакал, что не играл в игры. А-а-а. Ну, и дальше какой у тебя… Хотя нет, на армии на писте я прошел пару игр. О, хорошо, ты служил. Правильные кнопки нажимал. И дальше ты после армии как с играми двигался? Дальше опять играл в игры. Ну, если совсем говорить, Spectrum, Dendy, Sega, временами Panasonic, Dreamcast и так далее, там потом Sony, ПК, фу, ненавижу ПК, PS2, PSP, PS3, опять ПК, ненавижу ПК, PS4, Xbox 360, сгорел, ненавижу Xbox. И потом понеслось еще все подряд. Xbox и Switch и… Нет, ты играл, ты играл, играл, но ты же имеешь профессиональное все-таки отношение к играм. Сейчас уже довольно-таки серьезное. Да, в итоге игры привели меня кривой дорожкой к должности руководителя отдела маркетинга. Крупнейшись специалисты геймпарк. Ну, то есть… Специалисты по видеоиграм. Ну, и не только. То есть можно просто всю жизнь играть в игры и стать руководителем отдела маркетинга. Да, я заметил, что если, ну, помимо траты времени на видеоигры, если ты еще к чему-то будешь стремиться и продолжать заниматься с любовью своими любимыми хобби, то так или иначе эти пути приклетутся, твое хобби и твоя работа, и придут тебя, ну, однажды они сойдутся. Ну, и ты придешь к какой-то, не знаю, конечной цели, которая тебя будет радовать. Главное продолжать заниматься и, ну, не просто заниматься только потому, что занимаясь, а упорно, с любовью, кладывать душу и достигнешь чего-то. Ну, это вот прямо… Ты слишком молод для таких правильных заявлений, мне кажется. Откуда вообще это все тебе? Я читать люблю. А, читать? Я думаю, может тебя игр этому научили. И игр тоже. Вот. Это очень хорошо, да. Так как тоже читать приходится? Да, ну, просто говорят же, что игры плохому учат детей. Как-то, кстати, как… Детей плохому учат воспитание и окружение. Я не знаю вообще, о чем с ним разговаривать. Он какой-то слишком правильный. Вы кого позвали вообще сюда ко мне? Что это такое? Его не на чем поймать вообще. Могу сказать то же самое про тебя. Кого вы себя привели? Ты тоже человек эрудированный и выглядишь весьма интеллектуальным. Я думаю, в нашем тандеме… Все, Игорь виноват. …из этого шоу мы сделаем конфетку. Ну, мы постараемся. Приложим все усилия. Ты меня расспросил, что я, кто я, где я, как, куда пришел, но сам ты не представился. Но я накопал на тебя инсайд. В Акеле, значит, работал. Ну, и в Акеле в частности. Кем? Комисс. Несмотря на то, что Акела уже нет. Не скажу. В пиар-отделе. И у меня есть к тебе несколько вопросов насчет российской игровой индустрии. Ну, и про Акелу в частности. Ты как? Согласен ответить? Ну, давай уже, дед. Да, у кого я еще спрашиваю, в конце концов. Ну, слушай, вы нормальных людей позовем у них и спросишь. Я-то что? Ты более чем нормальный. Не надо скромничать. Ну что, готов? Готов. Сейчас буду долбить тебе вопросы. Давай. А ты же работал в Акеле. Ну, было дело давненько, да. А дай-ка пару инсайдов. Что случилось с Капитаном Владом? О которых ты еще никому не говоришь. Если можешь, конечно. Нет, я так, то есть, во-первых, скорее всего, не могу. Во-вторых, это было давно и там, типа, и неправда. Случилось все то, что, ну, случалось со всеми. И, ну, тут как бы у каждого из участников вообще там работало в Акеле очень много людей. Ну, то есть там, я не знаю, ну, то есть несколько десятков, может быть, даже там вот огромное помещение. Ну, больше 50 точно, по-моему. Да. И что действительно произошло, знает там, наверное, вот два-три человека, то есть это тот топ-менеджмент, который когда-то принимал или не принимал какие-то решения, что-то срослось, что-то не срослось. Но, говорю, в конце концов, это все упирается вот в плохое продюсирование, с которым до сих пор проблемы. Я просто не могу понять. Ладно, Accelerate. Проект был далек до завершения. Но Капитан Блад, он же был, ну, вот, последние 100 метров добежать. На консоли собирались выпускать Xbox 360. На него был заявлен, Капитан Блад. На ПК. На PS3 нет, там архитектура такая дурацкая, что лучше за нее лейбрация. Ну, наверное, это не я должен говорить, а вот мы с тобой постараемся позвать сюда тех людей, которые знают, наверное, что-то лучше про это и конкретнее помнят. Как думаешь, у нас есть шансы из них что-то вытянуть? Не факт. Потому что там, ну, во-первых, да, конечно. Во-вторых, у нас очень тесная и маленькая тусовка. Так уже прошло лет сколько? И все друг друга знают. И, конечно, там, на какой-то тусовке, не под камеру все могут друг про друга много интересного рассказать. Кто какой хороший, кто какой нехороший, кто за что виноват. На камеру, на публику. Ну, это в любой индустрии так. Все. Никто тебе, конечно, не скажет так, чтобы вот делать какие-то прямо выводы, вот, ну, аргументированные. Действительно, говорю, ну, это действительно тяжело. И, скорее всего, мы упремся, да, в то, что не хватило, там, воли, не хватило продюсирования, не хватило, или, там, ну, Sony запилила, сказала, нет, это говно, это нельзя выпускать на PlayStation. И, кстати, вот с Excel Rage, скорее всего, что-то примерно в таком духе и было, если я не ошибаюсь. Потому что, опять же, не умели, и до сих пор очень многие не умеют у нас работать с консолями и с вот тем уровнем качества, которое требует, вот, там, Sony, Xbox и так далее. Там, Nintendo, это вообще застрелится. Не, на Nintendo тяжело выйти. Там тоже, ну, контроль качества просто. Да, да, и с этим, ну, не умеют работать просто. Как ты знаешь, ну, по-любому слышал, недавно слили в сеть полчаса геймплея Капитана Блада. Кто и как? Неужели человек, на который работал, вынес, ну, это бета-версию, не знаю, или прототип? Ну, как бы, ты же по-любому что-то об этом знаешь. Вот этот смешок, это вот уже. Даже если что-то и знаю, то, конечно же, не скажу, но, скорее всего, на самом деле, сделаем вид, что не знаю. И на самом деле очень интересная, уникальная история. Она уникальна в том смысле, что не совсем понятно, как это вообще могло произойти, да? То есть, типа, мы просрали все билды. Это, типа, как вообще? Ну, почему? Как это произошло? То есть, не было, да? То есть, их же не было, не было, не было. Внезапно, вдруг, да, через, там, сколько лет? Десять, да? Кто-то где-то нашел. Ну, типа, звучит вообще, в принципе, подозрительно уже. Что вот кто-то, как... Во-первых, почему он этот билд вынес? Как он это смог сделать, да? Как это... Это, опять же, да, там, сообщает нам многое о отсутствии, да, там, организации, менеджмента и так далее. То есть, во-первых, почему все правильные билды были просраны, а какой-то один вышел за пределы студии? Это как вообще? Ну, то есть, когда это случается где-то в серьезных, там, компаниях и так далее, да, вот такие сливы, это приводит, ну, к очень серьезным последствиям. И это единичные случаи в истории, да, когда вот там, хоп, и слился какой-то билд, это там, все мы знаем, да, и сейчас загуглим, то, да, там будет пяток случаев. То есть, это вообще, в принципе, очень... Десятых судебных исков. Это вообще, в принципе, очень странная и подозрительная история. И, ну, то есть, вот, шушу, валялся у него и случайно где-то нашел на полке. Серьезно? Это очень странно. Уточнить. То есть, ты говоришь, что просрали билды. То есть, Капитана Блада нет. Все-то, все билды, они были уничтожены. Нет, они так утверждают. Ну, в смысле, как в информационном поле утверждается, да, что их не было, что вот, ну, игра не вышла, и что-то все-то было потеряно, потерто. Когда-то там, ну, это тоже странно, да, то есть, ну... А остался почему-то только один. Как так? Ну, какой-то бравый человек из Акеллы на флешечке вынес, спас. Ну, типа, возможно, да, или... То есть, это вообще ситуация такая киношная какая-то, да, шпионская. Возможно в России, да, и в те времена, тем более, наверное. Ну, не только в России, в принципе. Вот, но вообще это, ну, дичь, глупость, и так быть не должно, конечно. То есть, не... Слушай, по поводу вот этого слива Капитана Блада, хотелось бы, ну, узнать твое мнение, потому что, ну, когда я увидел вот этот геймплей полчасовой, я напрягся по-другому. Не то, что там, ну, кто-то украл этот билд, еще что-то. Просто обычно, когда такое происходит индустрия, у меня затеплена надежда, что вдруг они захотят его все-таки доделать и выпустить. Потому что он выглядел очень хорошо играбельный. Он не был похож на какой-то, ну, тупой бета-тест, не знаю, там, когда все тормозит, какие-то баги. Он вполне был играбельный. И то есть, ну, мне показалось, что, может, кто-то выкупил франшизу, и таким партизанским маркетингом, типа, сначала напоминает аудитория, что была такая франшиза, и что вот, ну, можно ее довести до ума. Но там просто, как бы, ну, и заставки нормально работают, как бы, ну, и все элементы. Это очень удивительно. То есть, ну, билд близкий к завершению. Так, и что ты... Ну, собственно, твое мнение. Может быть такое, что его действительно собрались все-таки выпустить? Кто-то мог выкупить капитана Блада? У кого? Кто и у кого? Вот. Понимаешь, то есть, кто, кого... То есть, врачи уже никому не принадлежит? Я не знаю. Это надо, ну, в смысле, я не знаю, у кому, кто права. То есть, вообще же история с, там, вот, господином Архиповым и Акеллой и так далее, и правами на корсаров теми же. Это же тоже, там, скандал, перекупка прав. Хотели делать корсары. Бывшие, значит, акеловцы, там, одни и другие. И мы об этом, я думаю, попробуем поговорить с участниками этих событий. Может быть, что-то, да, с разных точек зрения мы узнаем. Но, я говорю, что я не знаю, да, за кем остались, и как это было оформлено. У кого права на это, на название, да, у кого права вообще на интеллектуальную собственность. Потому что, когда ты работаешь в любой компании, да, ты подписываешь договор, что все сделано это обои внутри компании, там, код, арт, все что угодно. Оно принадлежит компании. Компании, как бы, вроде бы нет уже. И такой ли договор был подписан? То есть, здесь очень много, ну, юридических вопросов и сложностей. То есть, кто, у кого, что будет выкупать-то. Вот с этим сначала надо разобраться. И тут судов на 10 лет вперед. Потому что, как бы, да, какие там в те времена грамотные, неграмотные контракты, кто подписывал. И я сейчас скажу, да, я не подписывал ничего. И вот, да, вот у меня есть билд, и я сам себе издатель, я выкладываю в стим и продаю. И попробую меня там, типа, засуди. Ну, то есть, вот в этом, как бы. То есть, это чисто вот юридические такие вот вопросы, они уже, скорее всего, нерешабельны на данном этапе. Это, во-первых. Во-вторых, зачем это выпускать сейчас? Ну, слушай, как инди-проект для тех же самых мобилок. Слушай, для мобилок это выглядит, как прям вообще ультра-классная игра. Да, тут, опять же, ты сейчас говоришь, как потребитель, который такой, типа, ну, игры делать, это же, ну, типа, чё там? Ты чё, не можешь запилить этот билд на мобилку мне завтра? Вы чё там в России вообще игры делать не умеете, что ли? Ну, типа, это же вот, фу, на самом деле нет. На чём он там запилен, да? На какой версии двигла собственного, которая уже не существует, не работает, не компилится, ничего. И это всё надо пересобирать заново. Пересобрать это даже на таком уровне заново, это, там, деньги, время, специалисты и так далее. А зачем пересобирать? То есть это технологически ещё очень сложно и непонятно зачем. Потому что кому-то это всё потом будешь продавать. Потому что продавать её в таком же виде, как она сейчас есть, ну, она не отвечает современным никаким требованиям. Уже, ну, то есть это... Ну, да. Типа, в музей её положить, вот сейчас же, да, есть инициатива о том, чтобы сделать музей видеоигр. Вот её положить в таком виде, флешечка, да, там, подключить к монитору, чтобы там крутился этот билд, это супер. Вот это классно, если бы она оказалась в таком музее, эта игра. Потому что это действительно, там, веха, да, это имя, и слава богу, что она есть для музея, супер. А кто её купит-то? Ты прям вот купил бы. Да. Вот сейчас бы взял бы на мобилке, да, и купил бы вот Капитана Була. Ну, да, консоли купил. Прикольно выглядит. Ну, вот видишь, ты, ну, можно... Но не за 4 тысячи, не за фулл прайс, не за 5500. Вот, ну, вот. Стоит делить. Вот. А за халф поисполнию почему бы нет. Ну, да, ну, очень мало таких людей, мне кажется, было бы, которые бы это купили. Ты просто не отобьёшь эту разработку и маркетинг и так далее, и всё такое. То есть, ну, вот ты бы у себя, я бы продавал? Да. Вот. Ну, то есть, вот мне просто... Прикольно. Иди посчитай. Вот сколько вы можете у себя продать... Капитана Блада? Да. Ну, в зависимости от структура, напрямую. Вот, и сколько вам в это надо будет вложить в маркетинг, там, в дистрибьюцию вот этого всего, и нафига это и кому это нужно, и... То есть, это очень, что очень многие действительно считают, что это очень легко, всё. Что делать игры, это, ну, типа, вообще... Типа, нормальную работу найти не пробовал, типа, что ты вот в игрушке-то, это же вообще, ну, что там делать? Это же очень просто. Слушай, я... И они не должны столько стоить, ты говоришь, почему не за фулл прайс, секундочку, ты вообще знаешь, сколько стоит делать игры? Да. Ну, в зависимости от проекта, там, и так далее. Три-а-два проекта, ринди, нинди, и так далее. Да, этот проект, то есть, с размахом, ну, там, типа... Долгострой. Да, это будет стоить, ну, даже если его просто пересобрать, это стоит приличных денег. То есть, его реально надо просто пересобирать заново. Он сейчас, ты его, ну, там, никуда не портируешь. На мобилку ты его просто не портируешь с той технологией, на которой он сделал. Надо всё просто, там, на юнити или на анриле на чём-то пересобрать. А это значит всё сделать заново. Ну, да, получается, что так. Ну, согласен. Я удивлён на то, что ты сказал, распалась Акела. И странно, что такие активы не были распроданы, как, ну, права на IP, там, на Корсары, ещё что-то. Но обычно, когда компания банкротится, ну, они... Либо появляются компании-акулы, которые выкупают IP, ну, а у Акела были довольно-таки интересные проекты, которые можно было выкупить. Либо компания сама продаёт за бесценок. И то, что ты говоришь, типа, ну, а кому платить, у кого покупать, капитан Влад, я удивлён, что не у кого. Ну, кто-то же должен был выкупить. Неужели настолько у нас всё плохо, что, когда банкротилась Акела, они даже не умудрились позаботиться о своих активах? Ну, типа, это как вообще? Скорее всего, как-то позаботились. То есть, это кому-то как-то. Говорят, что это просто... Я лично не знаю. И это, ну, не моя работа, не моя специализация. Это, скорее всего, да, можно вот, я говорю, просто пойти к господину Архипову и спросить. Ну, напрямую. Типа, вот, у тебя права. Он скажет, да, у меня. А кто-нибудь из, там, бывших сотрудников скажет, секундочку. А чем он, как бы, это... То есть, и это и произошло с Корсарами. С теми же, да. И я так понимаю, до сих пор этот конфликт, там, к какому-то финалу я не следил. Да, он не пришёл. То есть, одни считают, что у них права на это, на всё. Другие считают, что они под маркой Корсары могут делать новую игру. И вот, значит, не до конца нехорошо это было всё-таки всё оформлено и так далее. К вопросу, говорю, опять же, о том, что, ну, не умеют, не умели, не знали, как правильно делать. Юридически, там, не подковано, не подготовлено. Всё, ну, там, ни для кого не будет, там, да, там, сюрпризом или новостью о том, что, там, бизнес в те годы делался, там, ну, не всегда по-белому всё это как-то проходило. И сейчас это всё разрулить, очень тяжело к этому вернуться и так далее. Поэтому многое и начинают заново. То есть, просто вот люди, набравшие этот опыт имеющий, они идут или они в других более крупных компаниях, да, просто свой опыт. И другие марки развивают, и другие бренды. Как ты думаешь, реально будет сюда пригласить господина Архипова? Вообще, насчёт реально или нереально, не знаю, но было бы, конечно, интересно. Я очень давно с ним не виделся, не общался. Интересно ли ему об этом говорить? Потому что времена были тяжёлые. Надо заставить, упросить. И вам будет интересно, нам интересно, в конце концов. Если захочет и если он может, да, не задев чьих-то интересов, рассказать что-либо, конечно, это кладезь вообще информации, кладезь каких-то историй, опыта, преодоления. Потому что, ну, это действительно одна из уникальных таких компаний, которая вот из там, вообще из ничего буквально, да, там, из подвалов, выкупая ребят у бандитов с корсарами и так далее, и так далее, и пришли к, в общем, действительно, крутым очень историям. Ну, а потом, потом просто случился кризис, и все мы начали, ну, не мы, все начали делать мобилки, потому что за этим деньги и так далее. И к разговору вот о том, что ты говоришь, что с индустрией. С индустрией всё прекрасно, она клепает мобилки, Playrix, крупнейшая компания в мире, и, как бы, зачем вообще делать какие-то, ну, нормальные игры? Просто хочется пару теплых слов сказать о Акелле, просто я к ним испытываю нежное чувство любви. Спасибо всем, кто был причастен к Акелле, как бы, мое реально уважение. Благодаря Акелле я играл в озвученного «Принца Персии», и так далее. Организации хорошие. Акелле был только у меня одна претензия всегда, везде Пётр Гланс, в качестве озвучки, как бы. Но спасибо реально за лицензионные игры, это круто. Я покупал лицензионки от Акеллы. И, ладно, последний вопрос насчет Акелла. Хотел бы у тебя, чтобы ты приоткрыл такую завесу тайны, как «Корсары 2» превратились в «Фираты Карибского моря» от Диснея. В смысле, как? Как? За деньги. Так. Ну, всё. Ну, то есть, просто тебе приносят деньги, ну, это просто бизнес. Это было за три месяца до релиза игры, за полгода до релиза игры. То есть, пришел Дисней и говорит, у нас есть кино. Либо Акелла такая сказала, о, у Диснея есть кино, а давайте-ка подобьем. И мы сделаем предложение. Либо Дисней сказал, о, у вас есть игра про пиратов, а давайте-ка сделаем. Там, ну, скорее всего, я на сделках не присутствую, естественно, я не обладаю такой информацией. Но, скорее всего, это происходило, когда обоюдная, естественно, работа, потому что «Корсары», да, это действительно Сидокс, это известная очень была уже игра, ее Батезда издавала, да, это все. И там пришла не Акелла, а Батезда с Диснеем. Уважаемо. Собственно, скорее всего, если я не ошибаюсь, это происходило, потому что они должны были издавать вторых «Корсаров», да, но Батезда, увидев, что Джонни Депп выплыл, все прекрасно, и типа, а что бы ни... Ну, то есть там люди-то за бизнес понимают очень хорошо, и как эти деньги работают, и, то есть, нифига себе, какое новое IP, и оно, ну, больше, чем «Корсары». А тут вот, ну, как бы все готовое, надо просто переназвать. А кранчила ли студия, когда переделывала под «Пираты Карибского моря», сильно кранчила? Ну, это же, ну, надо было выпустить абсолютно качественный продукт, реально качественный. Неправильно поставленный вопрос, то есть это не вопрос. И никогда, всегда кранчила. Всегда? Всегда, ну, по-другому. Не, ну, может, это двое более усиленно там прям спали на рабочих местах, чтобы выпустить качественно все-таки Дисней? Не, ну, там, конечно, был очень высокий контроль. То есть я тоже, опять же говорю, что я там не настолько сильно присутствовал и там что-то такое застал. Я просто знаю, да, там, ребята и вообще всю эту историю. Но, конечно, ну, то есть кранч – это вообще отдельная история, да, для обсуждения и так далее. И без него, к сожалению, не получается. Потому что это очень… Я говорю, что игры делать очень сложно, потому что на самом деле и даже у крупнейших компаний мировых про них вот выходит постоянное расследование, да, о том, как вот, как мы круглосуточно делаем Fortnite и так далее. Да, ну, потому что по-другому пока не придумали как. Даже на таком уровне пайплайнов и там менеджмента и всего такого не получается, потому что это очень сложная творческо-техническая деятельность. И она очень непредсказуемая и так далее. То есть ты вроде бы что-то сделал, да, но вот, ну, не работает. Потому что в основном кранчи и так далее, они связаны с багами, с почисткой вот этой всей истории. И там тот же вот киберпанк, да, сейчас у нас у всех на слуху. Оптимизация. Оптимизация. И, в общем, это все вот и без кранчи не получается. И, конечно, кранчили. Тогда, в те времена вообще никто еще особо не умел выстраивать. И это все только нарабатывались эти процессы. Их не было. Говорю, что вот прямо. И, естественно, ребята там сидели сутками в офисах, неделями. Надеюсь, я никого не спалил тогда. Да, это все знают. И все это, это все понятно. Ну, знакомая ситуация. Сейчас, конечно, сейчас, конечно, все об этом вспоминают. Типа, а помнишь, как мы, мы-то в советские времена, о-о-о. Помнишь, как мы две недели, типа, там, билд популировали с вот такими глазами, значит. Но зато, типа, вышла же игра, да. То есть как бы это, как все пережитое, это превращается в такое, как бы, да, положительное ощущение. Да, мы, конечно, дали угля, но хорошего в итоге стране-то, да. Вот пришлось надорваться, но зато теперь мы тоже вот работаем там в разных серьезных компаниях и можем это как-то делать. Жалко, ли Корсаров-3 не надорвались. Сейчас, допустим, идет разработка 3А проекта Atomic Hearts. Ну и также не забываем про проект от якутских разработчиков, который, типа, Дивижн вместе с Ластуфасом, уже ластик в онлайне. Да, на Адриле, по-моему, кстати, как раз. Ну и Ил-2 до сих пор в своих кругах жив вполне. Он так как держал свою определенную аудиторию, так и держит. Жаль, конечно, когда погибают крупные старые российские студии, такие как Акелла. У которых было такое классное портфолио. Как это комментировать? Корсары-2. Это был целый свой жанр, созданный в России. Открытый мир, приключения на пиратском корабле. Такого не делал никто до этого. Сид Мейер с пиратом мы в счет не берем. Это все-таки такая полустратегия. Потом Ubisoft перехватила эту идею, инициативу, и выпустила свой Black Flag. Сначала это появилось как отдельные квесты режима в Assassin's Creed 3. А потом уже создали полноценный Assassin's Creed 4 Black Flag, который был лебединой песней для тех, кто ждал корсаров. Ну, новых, качественных корсаров. Сейчас, кстати, делают увлеченные ребята, делают интересный проект уже про пиратов. О, я слышал про это. Я думаю, это мыльный пузырь. Они уже, по-моему, пару раз собирали на кронфандинге деньги на него. И что-то как-то... Может, у тебя есть более какая-то интересная информация по этому поводу? Есть. Так. Я брал интервью этих ребят. Или это секретные инсайды? Нет, почему? Это ребята участвовали на Indie Cup. Это украинские большие, хорошие наши друзья делают ежегодное такое мероприятие, Indie Cup, где много разных треков и так далее. То есть, инди-студии выставляют свои проекты, там есть разные направления. В частности, было направление игр на Unreal, которое я, в частности, тоже судил и смотрел, значит, кто что там показывает. И вот одна из игр, она «Легенды моря» или как-то так, я забыл сейчас как-то называю. В общем, ребята увлеченные делают прямо красиво, интересно, и они как раз вот в референсах и во вдохновении перечисляют все то, что ты сказал. Что вот они там болели сначала «Корсарами», потом «Блэкфлагом», еще чем-то, ну и так далее, и так далее. Интересные задумки такие есть. Как ты думаешь, вообще реально возвращение «Корсаров» на российском рынке от российских разработчиков, как серии опять? Но сейчас, по моему мнению, российская игровая индустрия переживает какой-то ренессанс. Ну, было затишье до этого вообще долгое время, никаких громких проектов, о которых говорили бы за рубежом, вообще в мире. Сейчас, ну, пожалуйста, Atomic Hearts приближается к релизу. Да, там прослеживается до андерейд графики, но все же, все же интересный арт-дизайн. Пригласили Мика Гордона в качестве композитора, это уже показатель. Мик Гордон — это бренд. Он ушел из Bethesda, и все, дум без Мика Гордона — это не дум. Ну да, да. Вот, и опять же, вспоминаем этих якутских ребят, которые делают... Я забыл название, это уже выжилась, как в открытом мире. Вот, но выглядит вполне достойно. Если они не врут насчет графона, мое почтение. Но сейчас графон-то сделать не самое сложное и не самое важное. Ну, не знаю, не скажи. Как в это играть потом? Не скажи. Как бы, ну, да, ты можешь использовать дежок. Одна студия может использовать дежок Unreal, на нем что-то выдать. И другая может использовать дежок Unreal. Но зависит от опыта специалистов и какие дополнительные технологии они на него накручивают. Какие дополнительные анимации прорабатывают. Арт-дизайн. И в этой студии этого может не быть. Но хотя они используют один и тот же дежок. Поэтому я не согласен насчет того, что сделать картую графику — это... Нет, это не так легко, конечно, да. Но я к тому, что, да, не только в графоне дело. И сейчас, да, вот как раз если говорить о Индии, да, всей составляющей, огромная, да, рынка, то, что Steam позволил такому огромному количеству людей, да, вот делать там в одно лицо игры и так далее. И мы пришли к тому, что, да, там графика, по большому счету, не настолько, может быть, и важна, как геймплей. Опять же, вспоминая российский проект Morutopia. Он же на чем выехал? Там анимация — ужас. Графика — ужас. Но арт-дизайн, диалоги, сценарий, сюжет. Это нечто вообще за грани выходящее. Может быть, я не поклонник. Я тоже не поклонник, но достаточно много проэтилюрую, читал, сам пробовал играть. Я знаю сюжет, прохождение, диалоги. Действительно, сценарист просто поклон ему. Ну, нарратив, да, нарратив. Есть люди, которые умеют. Как ты думаешь, возможно ли у нас в России когда-нибудь свой Last of Us? Нет. Если да, а, нет. Почему? Ну, в ближайшее время нет, потому что у нас нет ничего для этого пока что. Кризис. Денег. Пришла, пришли, пришел Дисней, дал денег. Потому что потом же... Дал денег и... Там потом же много было историй, та же Акела. И не только она, начали делать игры под фильмы, под... Как это это? Бой с тенью, да. Это же известнейшая история, о которой тут можно тоже сутками... Девчонки. Ну, вот, да, с чего-то надо было начинать. С чего-то надо было начинать. Взяли, сделали, продали, заработали. Хорошо, ну, то есть, как бы, да, скандалы и интриги расследования. Но! Бумер еще был открыт. Да, вот, бумер. Потому что, да, пришли люди с деньгами оттуда и показали. Это вот так работает, это можно делать. Вот. И я говорю, ну, да, давайте повторять. И давайте... Что сочинять-то? Вот есть фильмы, будем делать быстренько. И вот почему они были не такие хорошие игры? Потому что их, вот, да, делали быстренько. И вот под выход фильма... У фильма нету... То есть, у него жесткая дата выхода, она там не переносится. А ты-то так не умеешь. Эти игры надо быстренько собрал, сделал. Тут, короче, можно такого обсуждать, понарассказывать. Но вот, к счастью... И ладно, Рестинг Клаб, все мы помним, да? Там другая немножко история. И тоже она уже перетерта там на Ютубе 300 раз. И на самом деле все, что люди там рассказывают, перетирают и так далее, это все, по большей части, там, процентов, наверное, 90-то мифологии. Да. Ну, потому что это сидят блогеры и диванные эксперты, которые... А, ну это да. Которые на самом деле не имеют ни малейшего представления о том, как это было, почему... Потому что никто им никогда не расскажет, как это было и почему так сделано. И сколько кому, кто с кем, о чем, как договорился, за какие суммы и так далее. Ну, потому что это нормальный бизнес, и никто тебе не скажет, почему он так сделал. И что к этому привело? А половину он не помнит, что к этому привело. Да, то нужны люди изнутри, кто имел причастность к этому. А многие ранее Википедию зачитывают. Они не захотят об этом рассказывать. Какая-то часть, если что-то рассказывать, какие-то проблемы внутри разработки. И вот, и даже если нам удастся сюда их пригласить и спросить, я говорю, что вряд ли кто-то будет тебе все подноготно выкладывать, потому что, опять же, да, есть вот этот эффект, что мы, конечно, там, да, кранчили, налажали и так далее, но это все равно превратилось... Ну, мы помним, хорошее. Да, у нас впечатление на то, ну, да. Но зато какой скандал-то мы сделали, а? Зато какой маркетинг-то. Все помнят игру до сих пор. До сих пор делают видосы, и ты зарабатываешь просмотры на тем, над тем, что я тогда якобы облажался и сделал плохую игру. Облажался ли я, если ты до сих пор на этом зарабатываешь? Вот тоже. Я бы пришел, так бы и ответил. Интересно, они, вот когда делали LADA Racing Club, они на маркетинг потратили больше, наверное, чем на разработку, потому что везде про эту LADA говорили. Ну, тут еще плюс был уже Need for Speed Underground в то время, и все хотели свой российский Need for Speed Underground с жигулями. Да, фалайка, фаспид, и все вот это свое надо сделать, и до сих пор. И тут сам народ еще подогревал то, что, ну, вот оно сейчас выйдет что-то свое, там вышло. Я бы, первое, что сказал бы человеку, если бы он пришел сюда, который сделал LADA Racing Club, верни мне мои 290 рублей за лицензионную LADA Racing Club. Ну, видишь, то есть, говорю, а сделали это все правильно, ты же купил, и до сих пор помнишь. И это, ну, это тоже веха все-таки, так же, как вот там Капитан Блатт. Это те косяки, об которые, да, мы все побились, обтерлись, и, ну, без этого не бывает. И, ну, то есть, можно там, да, ругать, еще что-то, но если мы вот откатимся, да, и посмотрим на это вот с такой сегодняшней позиции, совершенно очевидно, что без этого это должно было случиться, и хорошо, что это случилось. Вот и блаты, и там, корсары такие-то, и LADA, это должно было хорошо, правильно, и мы через эти пороги, да, пообились по обетосанному, и мы выплыли в то, и выплывая, продолжаем выплывать в то, что вот, ну, в тот ренессанс, о котором ты так надеешься. Вот, это и есть ренессанс. Я болею за Atomic Hearts. Если это будет пшиком, ну, нельзя, хватит. Мне нельзя. Ребята, хватит. Мне не должны облажаться. Я не уверен в всем сердцем. Не, ну, мы все верим и очень надеемся. Вот, я больше не скажу ничего, потому что мне нельзя. Вот, но... Не разбивай мечты. Нет, ну, слушай, как бы, я надеюсь, что тоже, да, что, в общем, как-то выплывут. Я бы призвал вообще всех, и это нормально. Не надо строить себе такие завышенные ожидания. Ну, да, никаких этих. У нас, ну, и вообще, и у мира всего, и вот почему-то у, как бы, русской публики всегда... Ну, во-первых, типа, наша игра, наши делают. Наш белушок. Почему все, ну, как бы, то есть, мы все знаем, что там, типа, русское кино, говно. Футбол мы играть, ну, не умеем. Наверное, гром крутой. Возможно, я не смотрел еще. Рекомендую. Я смотрел первую вот эту... А, которая будущая метражка. Да, она, да, ну, то есть, она по хорошим лекалам грамотно, профессионально была сделана. То есть, это не смотрел. То есть, как бы, у всех есть, понимаешь же, как бы, русская, как минимум, не очень. Почему мы все так болеем? Ну, в смысле, и будем уверены в том, что, типа, русские могут сделать хорошую игру. И у нас такие... Могут, да. Но откуда такие завышенные ожидания? Как бы, как будто не футболисты ее там делают и так далее. Не надо завышивать. Левый арт-дизайн. Мик Гордон. Ну, уже это, как бы, уже хотя бы на это посмотреть. Ну, во-первых... Ну, арт-дизайн там реально классный. Ну, прям, ну, не знаю, меня цепляет. Прям вот, ну, продано. Ну, игра не из арт-дизайна только состоит. Это понятно. И там, может быть, просто неинтересно, там, допустим, играть, например. Или, там, будет с environment-ом проблема, или с level-дизайном, или еще с чем-то, или там. Ну, то есть, проблем там может быть огромное количество, учитывая все-таки сложный процесс разработки этой игры, не погружаясь там. Она же тоже долгострой получается. Что? Она же уже тоже долгострой получается, на мой взгляд. Ну. Больше пяти лет ее уже делают. Ну, это нормально для, во-первых, для России, во-вторых, для... Такой амбиции. Это нормально. И, говорю, что да, просто было очень много проблем, там, организационного характера, и, там, с людьми, и так далее. Ну, нету, говорю, что, опять же, вы ждете от русских игр такого качества, говорю, почему, кто, кто, откуда эти люди, да, кто это делает? Это не потому, что я считаю, что у нас там, да, я-то наоборот, как бы считаю, что у нас очень классные, талантливые, и все прекрасно, и ребята все супермолодцы. Но, если здраво смотреть на вещи, они, кто, назови мне, да, вот, там, прям, современную супер-дупер какую-то, вот, ААА, который полностью сделан в России. Вот, для Коджимы какую-нибудь игру, вот, назови мне. Откуда эти ожидания? Кто это будет делать? Слушай, это очень-очень сложный вопрос, хороших, качественных, 3А проектов от российского геймдела, 2А проектов от российского геймдела, и, ну, А проекты, может, есть, но мало я не интересуюсь, 2А проектов, ну, то, что еще не релизнулось, ну, полноценное, там, Escape from Tarkov, я, мимо меня, ты как, играешь Escape from Tarkov? Нет, не мое. Но, тем не менее, у него есть своя аудитория, очень платежеспособная аудитория. Люди, которые играют в Tarkov, они заносят, блин, за бетки по 8 тысяч. Там есть полная бетка, неполная, там, полубетка и так далее, вот, за этот доступ. И там, ну, еще донатят, донатят, как бы, у меня на работе айтишник, тот тоже на Tarkov и повернут, комп специально для него собрал, там все, ну, нравится ему такое, как бы, играет. Видишь, надо приходится комп собирать, чтобы поиграть, а не игру собирать. Я тебе скажу, я тебе скажу больше, Tarkov даже на топовом компе, на движке Unity, тормозил. Я знаю. Ну, 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 стоит отдать должное двум еще на Tarkov. То, что он выходил топ от Вича и даже вроде как там смещал доту по, ну, этим количеством просмотров. И механика игры в том плане, то, что там же проработано, вот, ну, когда ты стреляешь с оружия, это не просто, то есть, ну, скрипт и, как, ну, типа, регистрация попадания. А там, типа, вот, каждая деталь, она реально физически работает. Поступает пуля в аутроник, кружина, да, происходит. Ну, хардкорная история, хардкорную аудиторию. И правильный просчет физики полета, поля. Там же они заморачиваются насчет звука, то, что ты заходишь в помещение, там правильно отражается звук. В смысле? В смысле ты сейчас рассказываешь, что они делают нормальную игру правильно. Ну, пока. Это не заморачивается, называется. Это называется нормально делай, нормально будет. Да, да. У них только одно ненормально. Движок Unity. Инди, вот так пилить. Но не Трио проекты на Unity. Ну, смотря какие, да. За Сибирь 3, Бенуа Сакалю, моя личная фи до сих пор, он на Unity ее делал. Тоди Микроид сейчас, которая выпускает игры, там, Blacksit. У этой студии, ну, на что уходит, вот, ты подтверди, я, может, могу ошибаться, потому что ты все-таки в этом плане опытнее, то есть, имею в виду GameDev и так далее. Ну, зачем ты скромничаешь, ты вообще заставляешь мне теперь смущаться. Вот, длинная доля бюджета, помимо маркетинга, уходит на бета-тест. Это ж, ну, ты фактически выплачиваешь целой команде за то, что они играют, которые ищут баги, их исправляют. У Микроидза нет таких бюджетов, у них тупо нет бета-теста, у них тупо нет оптимизации. Они игру сделали и надеются, что она запустит. То есть, там есть какие-то, ну, эти, допуск у Sony, магазина, там, у Steam, то есть, чтобы игра запускалась и работала. Вот они, вот, на грани фантастики проходятся эти допуски, а дальше как пойдет. Ну, у них реально нет денег, чтобы выплачивать зарплату и бета-тестерам, ну, и людям, которые будут заниматься оптимизацией. Ну, это не совсем так работает, но то, что, да, не хватает бюджета, может быть, на допиливание, на, там, тестирование и так далее, возможно. Ну, это говорит нам не о том, что у них нет денег, а о том, что, и не только они, а о том, что они имеющиеся деньги неправильно распределяют по поп-лайну. То есть, опять же, ну, конечно. Ну, в смысле, ты, когда начинаешь, ну, планируешь разработку игры, ты такой, сразу ставишься задачу. Денег на бета-тест у меня не будет. Ну, нет, конечно. Ну, да, тупо звучит, реально. То есть, как бы, если ты, там, хоть какой-то адекватный, да, там, менеджер, продюсер и так далее, ты понимаешь, что у тебя будет тестирование, и оно должно сколько-то стоить. И ты должен выделить, ну, опять же, мы сейчас говорим о нормальной, делай, нормально будет. К сожалению, это происходит не всегда. И, в общем, в этом, в частности, и возвращаясь, да, к, собственно, вот нашим всем этим прекрасным русским играм и прекрасным русским разработчикам, там, и завышенным ожиданиям и так далее, то есть, вот, пока, пока нет, ну, вот, на современном, сейчас, сейчас, в данный момент, в современности нету, да, таких прям громких, да, каких-то супер-успешных, но они есть, люди, и, на самом деле, очень много разрабатывается. И нам там в комментариях, конечно же, наперечисляют, если придут не диванные эксперты, а нам наперечисляют, сколько на самом деле сделано в мировой, даже ААА сделано русскими людьми, потому что, на самом деле, огромное количество прекраснейших, талантливых специалистов сидит на аутсорсе, там, вот, в Питере огромное количество, да, там, в Сайбере, в Трейсе. Ну, слушай, не только на аутсорсе. Нет, ну, не только, я имею в виду, что... Много российских специалистов реально работают в студиях, ну, то есть, за рубежом. Они же также хантят, если ты специалист нормальный, тебя найдут и поехали работать. Нет, за рубежом это типа одно. Я имею в виду, что вот мы сейчас обсуждаем, сделано ли в России полностью. Ну, вот, там, половина всех бэтлфилдов сделано в Питере. Как бы, да, вот, например. What? Вот, я же говорю, ну, вас, типа, не знает об этом никто. Ну, посмотрите в титры, в игры. Вы смотрите титры вообще в играх? Погоди, погодите, сколько бэтлфилдов сделано в Питере? Ну, да. И не только бэтлфилдов. Дайс, это шведы. Дайс, которые они очень ревностно к нему относятся. Они сами упилят. Я, ну, опровергни меня, если не прав. Ну, они прям, то что, они... Приди домой, запусти титры. Я это сделаю, я это запомню. Вот, посмотри, посчитай, сколько там русских имен перечислено. Не, ну, само собой титрах, ну, русскими на будет. Да будет дофига. Потому что очень многое делается на сорсе там. Ну, в Питере, не только в Питере. И, как бы, с крупнейшими AAA-студиями. Это ребята из Сайбера, реально? Из Сайбера, из Трейс-студио, там, еще их довольно много. Слушай, молодцы. Сайбер, это ж они делали таймшифт. По-моему, они. Помнишь, такой шутер был? Тоже российская разработка. Да, да, да. Господи, какой же там классный был первый уровень с дождем. Прям, ребята, мое почтение. Заморочились от души. Зачем мы здесь собрались? Еще раз повторим. Для того, чтобы раскрыть людей, причастных к индустрии, либо просто любящих игры через призму. Игр для вас. Мы всегда будем приглашать ярких личностей, обычных геймеров, людей, участвующих в разработке игр, чтобы задать им вопросы, которые вам будут интересны. Вопросы, которые конкретно будут относиться к индустриям. Это, ну, подобного я не знаю. Кто-то делал? Ну, эпизодически пробовали. Мы попробуем не просто эпизодически. А мы занимаемся этим, ну, постараемся, дайте, чуть покрасоваться, но постараемся это сделать для вас исключительно. Профессионально. Да, потому что о чем бы мы и как бы мы ни говорили, о технологиях, о движках и так далее, игры делают люди. И люди – это самое важное, что есть сейчас вообще, самый важный ресурс. И в играх, тем более, самое важное всегда – это команда, это человек, это люди. И да, мы будем говорить о людях и с людьми, потому что они делают, и они самое важное, что на самом деле есть в играх. Это их взгляд, это их сущность. Поэтому да. Можно сколько угодно на ютубе смотреть на говорящие головы, которые типа имеют отношение к индустрии, типа почитали пару статей, либо которые типа журналисты, хотя я считаю, что журналистику России, игровая журналистику мертва. Но послушать мнение и опыт человека, который причастен к индустрии – это несравнимый экспириенс, это самый ценный экспириенс. Конечно. Это вот ты напрямую, вот есть человек, ты у него спрашиваешь, а что, а как? И он тебе ответит, как действительно происходит. А не как написано в Микипедии, либо в статейках, либо еще где-то через третьи лица. Поэтому вот в этом я считаю главная ценность для вас, друзья. Кто хочет окунуться в индустрию, кто хочет знать о ней больше, кто в принципе тоже любит играть так же, как и мы. Надо говорить не только с теми людьми, которые делают игры, но и с теми людьми, для которых эти игры делаются. И мы постараемся таких же людей звать, так же разговаривать с несуществующими журналистами, блогерами, с игроками. Ну прикинь, вот кого-то сюда пригласить какого-нибудь типа Нейро Хиллорога, который проводит сотни часов в World of Warcraft. Или проходит с Карим пятый раз. Или какого-нибудь полицейского, который любит Наруто Ultimate Ninja Storm 3. Да, да. Класс. Если вы таких знаете, пишите нам в комментариях. Если вы такой человек. Кого бы вы хотели видеть на этих интервью в этом формате, пишите в комментариях. И мы постараемся их сюда позвать.